Золотую рыбку То девчонкой нежной удивлённой Предо мною промелькнёт И обратно в сказку уплёт Грибам Художник Все мы художники Более или менее Весельчак А у вас тут все такие? А у вас? В столице? Разные Даже успел номер заметить Общественник ГАИ? Хе-хе-хе Где ушнамы? А вы что? Автотуризмом увлекаетесь? Не Работать еду М-м-м М-м-м Забыл ботинки надеять Спасибо Не за что М-м-м Подождите! 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 Ой! Подлость какая! Ведь нарочно же! Помогите, Витя У меня не получается Просто не верится Там загорело И там купаются А тут дождь Где это там? В Гвинеи Вот где Поднимите повыше А вы что? Часто бываете В Гвинее, что ли? А теперь этот Начинает приставать Нужны вы мне Как-то Ну что еще? Нога Да вы что? Спокойно, спокойно Отпустите меня сейчас же Я сказала Отпустите меня сейчас же Мне же больно Перестаньте Ой Марина! Марина! Отчет Не надо ругаться Это некрасиво Ну и куда вы меня Собираетесь нести? О! В Гвинеи Ой! Лучше вам вообще Оттуда не приезжать Где болит? Где болит, спрашиваю Здесь Да вы спокойно Да вы же спокойно, ну Ой, больно! Да вы что, грузчик, что ли? Нет Я дантист Что это у вас там такое? Детюдник А там коронки, челюсти Ничего Тоже профессор Лучше Ладно Вечер все равно пропал Давайте знакомиться Меня зовут Алексей Воронов А вас? А почему босиком Алексей Воронов? Трансисты босиком Мне хорошо Я собирался обуться А тут как раз ваш автобус причалил Ну ничего Ничего вам идет босиком У вас похоронное лицо Алексей Воронов Умер ваш пациент Которому вы зуб выдернули Да нет Меня бросила любимая девушка Кстати, из-за вас Значит, пора спрашивать номер моего телефона А это идея А кого спросить? Лену Лену? Леночка, Леночка Так вы говорите номер телефона Говорите, я запомню До свидания, донтист У меня, к счастью, зубы не болят Здравствуйте, Копалыч Здравствуйте, Леночка Оу Как тебя зовут, Лапа? Лимпопо Здравствуйте, Сережа Зовите меня просто Петя Ты знаешь, о чем я думаю? О дельфинах Говорят, у них объем мозга больше, чем у человека Вот я сейчас сору и ванку шпротов доканчиваю А они, может, в сто раз умнее меня, м? Вот это ты правильно заметил Слушай, философ Выключи-ка музыку Дай позаниматься Сессия на носу Пойдем в парк Погодка разгулялась Говорят, такие девочки из Питера на практику приехали Ну, пойдем Слушай, отстань Правильно говорят Век живи, век учись Слушай, Алеша, а как там дальше эта пословица, не помнишь? Вот, сюда, пожалуйста Спасибо Это у нас самая спокойная Ой И самая удобная комната Да, ну и видно Вот, ваше место Как вам удобнее Располагайтесь Воронов, товарищ инженера Веди в курс дела Там распорядок Места общего пользования И прочее А графина больше вы не получите С новосельем Ну как, успели? Вообще-то успел Захаров Глеб Васильевич Инженер Воронов Алексей Художник Арматурщик Интересно Так что все-таки это? Хобби? Мое хобби Вождение автомобиля А это для курсовой работы Ну устраивайтесь Распорядок на стене Места общего пользования В коридоре Спасибо Спасибо Места общего пользования Лена? Значит, ее зовут Лена. Да нет. Да нет, что ты. Ее зовут Марина. И она, как всегда, появляется неожиданно. Перестань. Почему? Перестань, люди увидят. Пусть увидят. Прекрати. Как хорошо, что я тебя нашла. Мама уехала и приедет поздно вечером. Можно пойти ко мне. Там будет Света с Вадимом, посидим. Ну, я пойду вперед, ты пойдешь сзади, договорились. Я указание-то понял. Подожди. Что происходит? Чего ты боишься? Чего ты боишься, скажи? Почему ты всегда идешь впереди, а я сзади? Почему ты всем врешь? Маме, соседям, Свете, Вадику своему, что я архитектор? Прекрати. Иду я, значит, как-то по дороге, и вдруг на ней бревно увидел я. Мне стало жутко жалко своей ноги, поскольку она без собственности моя. Но надо же, какое невезение. Стою, решаю, быть или не быть, как Гамлет. К чему забленье принял я решение, К себе на помощь Петю пригласить. Алешка, а что бы ты попросил у золотой рыбки, если бы она попалась тебе на удочку? Чего тебе надо в настарче? А назови-ка мне золотая рыбка номер одного телефона. Зачем? Проще обратиться в справочное. А по-моему, адрес этой барышни тебе хорошо известен. Откуда? Ну, я ведь видел, как ты за ней крался. Она впереди, а ты в пяти метрах сзади. Чего симпатичная? О, ошибся. Номер квартиры-то я не знаю. Жаль. А то познакомил бы. Прислучай. Ну, а тебе чего надо в настарче? Мне? Ничего. Пока. А что? Завод твоему дипломному проекту. Дома для колхозников строгает. Должен сменного инженера предложили. Ну, квартира будет. Машина есть. Да. Это мне отец подарил свою. В честь начала самостоятельной жизни. Хм. Хороша самостоятельность на папины деньги. А я без предрассудков. Оно и видно. Дома-то мы хреновые строгаем, а тебе все равно. Протолкнул проект, и ладно. Ну, и чем же они хреновые? Бараки, бараки бетонные, а не дома. А, ну, знаешь, твои акварелики только для первого курса архитектурного хороши. Поиски, индивидуальность, эстетика. Всем этим и забавлялись. А вот ты попробуй. Выйди с таким проектиком на диплом. Тройку огребешь в лучшем случае. Это почему же? Простота и экономичность. Тебе же известны эти две простые истины. Пора дело делать, а не заниматься прожектерством. А научно-технический прогресс, это прежде всего деловитость, качество. Темпы. А красота? Человеческая радость. Пойми, в наших домах людям расти, влюбляться, стареть. А мы им что, предлагаем те же коровники, только окна пошире? Глеб, из этих блоков только с разной отделкой можно строить дома разные и красивые. Ты понимаешь, разные. Ну, посмотри. Посмотри. Вот, картинки, Алешенька. Картинки. И там картинки. У нас конвейер. План, показатели. Повал. Да, Повал. Привет! Здорово. Здорово, Валя. Извините. Ты здесь? А я думала, что ты больной, лежишь дома, и у тебя постельный режим. И ты не можешь доползти до телефона, чтобы мне позвонить. Пойдем выпьем шампанское? Пойдем. Ты что, влюбился? Вы просили кофе, пожалуйста. Сегодня у меня на приеме был один больной. У него была двусторонняя пневмония. Принес чудак огромный букет роз. Большой. Слушай, давай еще шампанского захажем? Ты прости меня, прости, как будто птицу в небо огустит. Ну, куда же ты годится? Ну-ка, пройдем, пройдем, пройдем к пикете, там, допоем, я тебе подыграю. Вот, пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, пошли, ребят. И чего я привязалась к такому дураку? Ты что-то говорила о розах, а какие они? Красные. Красные. Красная роза. Алексей, интересная история, сейчас расскажу. Здоровенный пьяный верзилов в полосатой рубашке лезет в оркестр петь. И наш Дима, знаешь, ой, хватает его за руку, представляешь? Ты хотел познакомиться? Глеб. Марина. А что вы не танцуете? Ты меня проводишь? Конечно. Ну, я ради знакомства шампанское заказал. В другой раз, старина. Подожди. Иди наверх. Здравствуйте, Вадим Сергеевич. Здравствуйте, Мариночка. Мариночка, какая жалость, у нас пулька сорвалась. Петр Игнатьевич заболел. Люмбага, назови скорее лекарство и должна дать ответ по телефону. Лекарство? Какое лекарство? От люмбага, Мариночка. Ему необходима паста розенталя, мама. Какая паста, Мариночка? Паста розенталя. Розенталя. Он совершенно не может разогнуться. А зачем ему разгибаться? В преферранс играют сизя. Кто это? Пойдем, мама. Петр Игнатьевич, паста розенталя. Леша! Леша! Леша, подожди. Понимаешь, тут вчера в клубе один парень буянить начал. Но мы его вывели вон. Ребята хотели в милицию отправить, я отговорил. Потом мы с ним часа два по городу гуляли. Он в тюрьме сидел. Ну что, его Володей зовут. Помоги ему устроиться на завод, ты же член комитета. Парень он занятный. Ладно, ладно, поможем. Ну и отлично. Поможем, если придет. Ну, обязательно придет. Валя! А? А я знаю, почему ты хочешь, чтобы твой сын родился. Правильно. Почему? На день рождения тратиться не надо. Я так задумал. Так. Полонбра. Секретарь парткома. Здравствуйте. Здравствуйте. Ворон, по-моему, и вышло. Придется твоей бригаде в колхоз ехать. Никанор Иванович, вы же знаете, мы зашиваемся. Мы кто? Арматурщик или строитель? Это постановление партбюро. Мы и так с этой стройкой все сроки срываем. Это же целый месяц. Меня же любимая девушка бросит, Никанор Иванович. Если любит, подождет. Я вместо тебя пойду до свидания. Видишь, какие у тебя чутки друзья, а? Между прочим, ты тоже едешь. Что случилось? У меня слишком мало времени. Какое несчастье? Несчастье могло бы случиться, если бы вы не приехали. Я хотел броситься в реку. Я уезжаю, Лена. Вам не везет с девушками? Они бегают за мной. А вы за ними? За некоторыми. А почему вы все считаете, что если вы встретили девушку, и она вам понравилась, то она уже ваша? А я за всех не отвечаю. Ну, а если девушка влюблена? А вот если есть на ответе человек, о котором она постоянно думает? Он живет в этом городе. Он для всех невидимка, и только я одна знаю, о чем он думает сейчас. Интересно. Он стоит около окна и смотрит, как над городом летит тополина и пух. Он в мягкой куртке, у него усталые глаза, седые виски. Да, ему за пятьдесят. Он женат, у него куча детей. Вы умница, Алексей. Все же мне очень хотелось бы постоять с ним рядом хотя бы минуту. Это с кем? С невидимкой? Угу. Вы знаете что? Я читал Уэллс, и я знаю, как бороться с невидимками. Ой, вы извините меня, Алексей. Ой, вы уже второй вечер за меня теряете. Пока. Вперед! Ого. Заяц трепаться не любит. Сказал будет празднику, родился. Опа. День авиации. О, летчиком будет. Не будет. Ну, не будет. Все профессии, Валя, хороши. Понимаешь, не он родился, а она. Ешь, ешь, борщ, а то остынет. Зато здоровенькое, говорят, получилось. Вся в меня. Лучше уж в Марию, а то никогда замуж не выйдет. Пришел. Ну, я же говорил, что он придет. Чего это он сорвался? Старый знакомый. Володька Биндо. Ты его знаешь? Знаю. Он мне на всю жизнь здесь вот отметину оставил. На зубов я знаю таблицу множения. Ставлю запятые, ирида, ино. Неизвестна тайна лунного затмения. Но только одного не понимаю, все равно. Дни и ночи маюсь я. Дни и ночи маюсь я. Все понять пытаюсь я. Объяснить стараюсь я. Сердцу и уму. Здорово машину водишь. Я рад, что ты едешь, начальник. Мы здесь такое завернем. Что завернем? Мы из этих же блоков, из которых коробочки строим, построим один дом по-моему. Должно получиться вам. На плане не отразится. Я с ребятами поговорю. Они согласятся нам помочь. Ты погляди. Поговорим откровенно. Ты что, меня за идиот принимаешь? По моему проекту возводится целый поселок. Смета рассчитана до последней копейки. Я заинтересован, чтобы мой проект был выполнен до мелочей. Ну, представляешь, если другие заводы заинтересуются моим проектом, что это для меня. А ты смотришь на меня своими голубыми глазами и предлагаешь мне все это поломать. Это я, идиот, а не ты, что заговорил с тобой об этом. Будем откровенны до конца. Ну, зачем тебе все это? Я же не дам себе оставлять палки в колеса. И детончик, арматурчик мой. Ну, и сиди. Не кукарекать. В общем, я анархию не потерплю. Понял, начальник. Давай, действуй. А то у меня тут мероприятие сорвется. Здорово, председатель. У-у-у. Ну, здорово. Ого. Ну, с таким отрядом мы вам за месяц город отгрохаем. А откуда ребята? Студенты из специнститута. Приехали они штурмовать не твой город. А завтра будут лед вязать. О, Глеб. Познакомьтесь, председатель колхоза. Наш начальник. Валериан Глеб Васильевич. Ну, ладно, пошли-пошли. Надо людей устроить. Алеша. Сейчас, сейчас. Во! Не как ворок. Я гляжу, будка знакомая. Мужик, а раньше хиляк был. Ткнешь пальцем и нету. Да? Пальцем или ножом. А может, что имеешь за то? Так вот учти, я за все отсидел. С лихвой. Еще на пять лет вперед. И как, с пользой отсидел? А почему меня сразу в колхоз выпекли? А тебе что, не нравится? Я понимаю, вопрос по комсомольской линии. Не, вообще, я комсомол уважаю. Простите, Лядя, что я прервал вашу глубокомышленную беседу, но вы мне не даете проехать. Нона, мы с тобой леди. У вас прекрасный слог. Продолжайте. Нона, это он, представляешь? Леди, карета подана. Пошли. Прошу. И все-таки кто вы, дантист или шофер? Я дантист. Только на собственной бормашине. Прошу. Прошу. А что это за штучка? Я и сам не знаю, что это. Алеша, вон, видишь, дом с березой у крыльца. Направо. Вон туда. Выходит, мы соседи. Здравствуйте. Спасибо, Алешенька, что довез. Это и есть тот самый невидимый? Угу. Желаю счастья. Сумасшедший какой-то. Не хочу. Еще, еще. Давай, ниже. На меня, на меня. Здорово. Есть. Стоп. Раз, два, ПМ здесь. Значит, так и делай. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вот эти будем скоро сдавать. А здесь ворона. А штукатуры там работают? Да, конечно. Конечно. Неконор Иванович, ну, разрешите хотя бы один дом построить, по-моему. Отделка не за счет завода. Я с председателем колхоза договорюсь. Ну, опять-то за свое. У нас план, утвержденный проект. План? Экономия. О людях тоже надо думать. И они будут дураки, если переедут из своих домов. Вот наши. Не могу я дать тебе такого разрешения. Вы кто? Секретарь порткома или... Это же грубейшее нарушение, ты понимаешь? И Захарович никогда не пойдет на это. И завод заинтересован в утвержденном проекте. Дешево, экономично. Переуполняем план. Понятно. Алексей! Алексей, иди сюда. Тут Захарова вызывают в город. Он нужен на заводе. На сколько дней? Я думаю, недельку задержится. А возможно, в такой короткий срок, если даже люди будут работать в выходные дни, построить и отделать такой дом? Невозможно. Невозможно. Нет, даже сумасшедшему. Да, да. Да, и вот что еще. Пока Захаров будет в городе, за прораба остаешься ты. Итак, операция начнется в субботу. Здравствуйте. 18.00. Слушай, а как мебельная фабрика? Дают или нет? Ой, Алеха, выгонят тебя с завода. Дом-то останется. Ну так как, дают или нет? Дают. Я договорился с директором. Все отходы дают по дешевке. Бери напарника и езжай. Машину я тебе дам. Ты гений, Валериан. Не беспокойся. Выгонят с завода, я тебя в колхоз возьму. А ты мне маленькую комнатку в моем доме выделишь? Выделю. Лена! Ты не подбросишь меня до правления? Подброшу. Спасибо. Только надо подождать пару минут. Должны принести сводку. Хорошо. Будем знакомы. Сергей Сергеевич. Воронов. Погода-то, а? Да. Завидую рыбакам. Вот хоть и не клюет, а все равно быть наедине с природой, это прекрасно. А вы станьте рыбаком. Пробовал, не получается. Прошлым летом ездил на озеро с нашим проректором. Знаете, фанатик. Сутками не отходит от удочки. Про обед забывает. А я вот не приобщился. А вы спортом займитесь? Занимался. Ну, потом как-то наука отвлекла. Хотя до сих пор веду гимнастическую секцию у нас в институте. А ли она в вашей секции занимается? Вы имеете в виду Морозу? Да. А вы ее давно знаете? С детства. В школу вместе бегают? Да. С первого класса. Я хочу жениться на ней. Как вы мне посоветуете? Ну, что ж, хорошая девушка. Только скучно будет. Почему? Педагог. Учиться заставит. По вечерам уроки делать. Ага. Физика, химия. Алгебра, геометрия. Хорошо, что вы мне это все рассказали. Вы, наверное, очень хороший человек. Говорят. Чуткий. Ну, зачем уж так? А вы всех своих студентов так хорошо знаете? Или по выбору? А вы всем так хамите? Или через одного? Садитесь. Спасибо. Я пройдусь пешочком. Лена! В водку принесешь правление. Алеша! Алеша! Лешка, тебя! Ой, черт. Начиновали. И кто нашел? Давай. Ты? Как кричит. Как человек. Ты что? Что случилось? А ты заметил, что деревья ночью кажутся более толстые? А? Не знаю. Я по ночам по лицу не гуляю. Правда? Да. А я гуляю. С ним? Угу. Как кричит. Как будто смеется, правда? Это надо мной. Хочешь поцелую, хочешь? Что, как сестра или как мать? Что ты? Я ему в морду дам, слышишь? Нет, я снова тебя пишу так. Алеша, ну поцелуй меня, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ведь ты была с ним. Я больше не могу перед остеренными мужчинами, какими-то дураками, Алешенька, я тебя прошу. Ну, как человека, ну, пожалуйста, поцелуй меня, и будешь ни о чем не спрашивай, а? Ведь ты любишь его. Люблю. Я его уже тысячу лет люблю. Миллион лет люблю. Пойду. Ты меня не провожай. Ты меня прости, что я тебя так разбудила глупо. Ты такой смешной был. Здрасте. Зима признала все ошибки, И все вокруг зазеленело вновь. Опять весна, трава, цветы, улыбки, И вам квитации. Ну, вот зима признала все ошибки, И все вокруг зазеленело вновь. Опять весна, трава, цветы, улыбки, Такую песню портит. Я же вам по-хорошему сказал, гуляйте, ребята, в другой стороне. Ну, вот зима признала все ошибки, И все вокруг зазеленело вновь. По-хорошему не понимают. Видит бог, я этого не хотел. Спокойно, ребята, спокойно, спокойно. А что ты лезешь? Ты чего валяешься? Поднимай, поднимай. Что, кулаки чешутся? Дерутся не так, дерутся по правилам. Кто здесь? А ты здесь. Итак, в красном углу Валентин Матросов, Завод железобетонных конструкций. А в синем углу Как тебя зовут? Миша. Миша, студенты. Значит, общество Буревестник. Итак, по моему сигналу сходитесь. Начали. Приветствие. Ты что, обижен на него? А ты? Давай помиримся. Ну? Что происходит, ребята? Что случилось? Действительно, ребята, что произошло? Ничего не произошло. Встретились два человека, поговорили, познакомились. Валентин меня зовут. Ну? Миша. Ну вот и все, и победила другая. Ребята, вот если серьезно, ребята, нам нужна ваша помощь. Мы тут один домик строим. А, это вон те коробочки, да? Нет, нет. Совсем другой домик. Но мы его строим контрабандным путем. Помогите. Ну, а для кого строите? Если до понедельника не успеем, вся работа нас маркнет. А если успеем, я ключи от этого дома тебе отдам. Идет? Спасибо. Ну, так бы сразу и сказали. Ну, договорились. Ну, договорились. Ну, ладно. Счастливо. Значит, вечером около восьми ждем, ребята. Придем. Хорошо. Ох, раб ты, Лешка. Хорошо ты их купил с этим домишкой. Наша бригада и они все. Пожалуй, к понедельнику успеем. Угу. Что, шутишь, что ли? Я серьезно. Ай, черт. Леш, на меня не рассчитывай. За даром работать что-то. Дурак я, что ли? Нет, ты умный, Валя. Это я дурак. Ты меня пойми. У меня жена родила. Не обижайся, Леш. Да я не обижаюсь. Дело добровольное. А через неделю Глеб приедет. Так ведь у нас же еще уйма времени, Леша. Угу. Опять весна, трава, цветы и улыбки. Отдыхай, Валя. Отдыхай. Опять весна, трава, цветы и улыбки. Бессонница у меня. Да и потом без меня же вы зашьетесь. Опять весна, трава, цветы и улыбки. А, говорит, драка была? Вас обманули, леди. Драка вон в том колхозе. Жаль. Хотелось посмотреть. Ничего, устрои. На досуге. Опять весна, трава, цветы и улыбки. И вам квитат. Володя! Вон. Давай наш план к Петрову. Я договорился. Ну-ка, ты с ним. Рулев. Возьмешь шифер, дуй сюда. Счет 14-го объекта. Будут студенты, за ночь успеют. Без расписки. Только никому ни слова, ясно? Понятно, я в этих делах специалист, начальник. Что? А мне что, тебя боится? Только не разбей. У нас каждый лист на вес золота. Понятное будет сделано. Пёш, Алёш, может у неё шина лопнула? Тоже нашёл кому доверить. Едет. Стой! Стой! Лишь бы день начинался и кончался тобой. Привет! Привет. Где половина шифера? Вот. Вот она половина шифера. Да Володьке биндо для хороших людей ничего не жалко. Угощай. А то развели тут. Что развели? Дом для колхоза строим. Ты думаешь, я ничего не понимаю? Ты лучше скажи, сколько вам председатель за эту валюту обещал, а? А? Вот ты умный. Скажи. Сколько ты с председателя содрал? Ты думаешь, я не видел, как вы с ним вдвоём шушукались? Хочешь, я тебе скажу, сколько он с председателя содрал? Ну, расскажи, расскажи. Где шифер? Ты кому его загнал? Ах ты. Да как же так? Так, я же это не украл. Я же деньги платил. Так, подожди. Как, подожди. Ребята. Ой, Господи. Валя. Слушай. Так, слушай, где тот парень-то, которому я деньги-то платил, а? Где он? Вон стоит. У него и спрашивают. Так. Давай шустрее, ребят. Это разобьёт. Эй, паренёк. Чего? Так деньги-то давай. Деньги? Шифер-то забрали. Да. Держи. Да, подожди. Ну, тут же мало. Ну, что ж, не обижай, ну. Мало. Да. Да что ж ты робота добавил? Да застрелись ты! Застрелись. Застрелись. Моя. Да. 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 КОНЕЦ Это работа не для леди. А Леша, вы в ударе сегодня. У меня сегодня день рождения. Да ну, правда? Да. Поздравляем. С днем рождения. Да он родился. Мончик. За нами, кажется, следят. Какие у него глаза. У Сергея Сергеевича? Знаешь, ну, он такой счастливый, а мне почему-то грустно. Ой, Ленка, а ты влюбилась. Да что ты. Да просто. Музыка. 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 Иван! Давай, давай, кочнём, кочнём! Тарьяном, Тарьяном! Тарьяном, Тарьяном, Тарьяном! Железный шален деревянный коры Король с войны возвращался домой Солдаты пели, глотая бы И пел с ними вместе, король, домой Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все получится неплохой архитектор Сергей Сергеевич, а ваши ребята тоже помогали? Как видите Что ж, большое вам спасибо, товарищи студенты И вам большое спасибо, товарищи рабочие, за бескорыстный труд Все свободны Ну отдыхайте, отдыхайте, товарищи Пока Пока Ну что ж, ты не кричишь, руками не размахиваешь Зачем? Ты же за неделю ухитрился выстроить великолепный внеплановый дом Не понял О, как в сказке Из тьмы ночной Появилась прекрасная Принцесса Ты не рад Я просто хотел сделать тебе сюрприз Я тебе сюрприз, а ты мне Очень мило Это что, по мороженому? Нет Это просто наш Алексей Собирается расселить в эти великолепные терема наших толхозников Ближе к делу Чего ты хочешь Странный ты человек, Алёша Беспокойный Суетишься Лезешь Куда тебя не просят А всю жизнь будешь ошиваться по общежитиям Ну вот я Сколько я на заводе? А уже назначен начальником смены Квартиру получил Вы не подумайте, Мариночка, что я хвастаюсь Нет, она не подумает Да пойми Пойми ты, что нужно Нужно бить всегда в одну точку А ты Все Ну хорошо Ну вот скажи, чего ты добился Построив этот дом? Ведь рабочие За сверхурочные Не получат ни копейки А начальство тебе за самоуправство Такой фитиль вставит А люди? А люди Которые будут жить в этих домах Люди, люди Миша, ты какой филантроп нашелся Люди Да люди мне, мне спасибо скажут Мне За то, что я Их из этих деревянных ист Переселил в нормальные современные дома Ну хорошо Если у тебя так все прекрасно А у меня плохо Чего ты злишься? Ну вот что С рабочими За сверхурочные Будешь расплачиваться из собственного кармана А завтра Передиректором завода Отчитаешься За свое самоуправство Угу А я Я освобождаю тебя От должности бригадира И вообще Архитектор и инженер на одной площадке Это, по-моему, излишняя роскошь Алеша, я, конечно, не разбираюсь во всех их делах Но мне кажется, что Глеб Васильевич прав Ну Чего тебе взбрело в голову Соорудить это здание? Что, не нравится? Нет, очень милый дом, но Но К чему тебе эти неприятности? Ну, неужели ты не можешь, как все? Ну, что это за глупое сумасбродство? У тебя аптечка с собой? Что случилось? Ничего Заживем Завтра можешь не выходить на работу Как же вы так могли, Глеб Васильевич? Ведь Воронов хотел как лучше И его дом действительно Удобный и красивый Людям в нем будет жить гораздо приятнее, чем в ваших Глеб Васильевич домах Да ведь не для себя же мы строили этот дом в конце-то концов Для людей ведь И потом это статья в многотиражке Надо же написать такое Вы без году неделя на заводе И совершенно не знаете Алексея Воронову Его к первому мая почетной грамотой наградили Портреты доски почета висит Перестань А то, что Алексей любит, прекрасно И хочет, чтобы люди жили в красивых Удобных домах Это же просто замечательно Точно Я вот что вам скажу, Глеб Васильевич Мало быть хорошим инженером Надо еще быть хорошим человеком Правильно Товарищ Его Димой зовут Товарищ Дима Если я вас правильно понял, вы против этой статьи Да А что вам не нравится в этой статье? Все, она нечестная Димка прав Правильно Как только ее пропущу, я там разбираю Это не разговор Вы можете возразить по существу Хотя бы против одного из фактов Приведенных в этой статье? Я не хотел выступать И то, что я хотел сказать Я сказал уже в своей статье Но раз пошел такой разговор Я не могу промолчать Вот вы, Дима Защищаете вашего товарища Что ж, похвально Я сам о нем неплохого мнения Оно и видно Но если каждый из вас Будет волен Творить на заводе все, что ему вздумается Тогда нам нужно просто наш завод закрывать Ведь вы же все люди грамотные, умные И не мне вас учить О замэкономике Законом экономики Воронов нарушил утвержденный проект Воронов превысил проектную стоимость жилого дома Вот вы, товарищ Биндо Реплики отпускаете в защиту Воронова А вот вы знаете, например Что завод вам не заплатит ни копейки За сверхурочную работу И не только вам Никому А дом-то шикарный получился По моим данным На сверхурочную работу Было затрачено 210 часов Может быть, товарищ Воронов Настолько богат Что может рассчитаться с рабочими Из собственного кармана А лично я От оплаты отказываюсь В пользу вот этой вот самой экономики Ха-ха-ха Товарищи Я хочу вас познакомить С некоторыми приказами по заводу Алексей Воронов Освобождается от должности бригадира Что? Тихо, тихо, тихо И назначается мастером сборочный цех Вот так Ну, а вместо него, я думаю, бригадиром Назначим Валентина Матросова Он парень с головой Так что у него все получится Вот так иначе Как вы считаете, хлеба сидит? Мешало бы со мной посоветоваться А ты что, против? Да нет, но Тогда все в порядке У вас другого нет? Нет Понимаете, покойный графин Был чуть-чуть поменьше И как-то поаккуратнее Нет, к сожалению, нет Добрый вечер Привет Добрый вечер Вот Пригласил Марину Николаевну Быть консультантом Надо же как-то Обставлять новую квартиру Гражданин с графином Не отходите от прилавка Пардон Я здесь Вот это Тогда я пойду заплачу Я рада, что ты меня с ним познакомил Способный инженер И хороший человек Алеш, можешь тебя на минутчик? Пожалуйста Алеш, мне нужен твой совет Женитесь Захарову повезло И Воронова могло повезти Ты знаешь Я, наверное, никогда тебя по-настоящему не любил Да и ты меня тоже Самое главное, старик Твой дом понравился московской комиссии Ремнев возил их прямо в Крикушино Я очень рад Надоело коробочки строгать Так что ты победил Пошли Идем Да, кстати, Лешенька Ты помнишь, мне показывал Альбомы, чертежи Они у тебя сохранились? Да Ну так захвати И приходи ко мне Домой В любое время Покумекаем Так вы графин Берете? Заверните О, Лимпопо Иди сюда Иди сюда Лимпопо? Как живешь? Как поживаешь? Лимпопо? А я узнал вас, Петя Вы хороший человек, Петя Лимпопо идет только к хорошим людям Ну, на! Привет Привет Такая, наверное, у вас несчастная судьба Все время кого-то ждете Где Лена? Два часа тому назад уехала Куда? А вот этого я вам сказать не могу Нана, я серьезно Мне срочно нужно ее видеть Ты слышишь? Господи, какой темперамент Сейчас мужчинок это такая редкость Нана, я не шучу Какая сейчас музыка в ресторане ловает Гав country Субтитры создавал DimaTorzok А вы ссор Эх, жаль я за рулём Спасибо Спасибо Алексей, ребята, вот не ожидала Мы тоже Пошли за наш столик Вон там Как вы здесь оказались? Мы, собственно Он у нас рыбак Да Да, между прочим У вас тут озёра, глубокие речки, быстрее Приехали сюда За золотой рыбкой Хорошо Пойдём Пошли, пошли Здрасте Здрасте Разрешите? Знакомьтесь, пожалуйста Всеволод Алексеевич Володя Очень приятно Алексей Будьте любезны, пожалуйста Угу Вот мы с Сергеем Сергеевичем как-то в Таллине были Вот там обслуживание Европейский класс А вы в Торонто были? Где? В Торонто Нет Ну, прекрасный город Торонто Я там одних устриц два тела скушал Ха-ха-ха Прекрасный город Торонто Вы об этом уже второй раз говорите Так я там два раза и был Пошли Угу Извините Лена, а кофе? А вы в Монреале были? А? Прекрасный город Монреал Прекрасный город Монреал Ну, как твой дом? Понравился? Понравился Прекрасный город Монреал Слушай, дед Сыграй, пожалуйста, погоду Какую погоду? Ну, на завтра, понял? А? Ты прости меня, прости Как будто птицу в небо отпусти Спасибо тебе За что? За то, что приехал Знаешь Лимпопо стал моим близким другом Тебе повезло А та тетка, которая торгует газетами в твоем киоске Возле твоего общежития Как увидит, меня сразу уходит Киос закрывает Ой, что это? Еще Ну, пожалуйста Ну, вот Погулять Чем вы недовольны, Сергей Сергеевич? Сергей Сергеевич Пошли, пошли Я надеюсь, вы доставите Лену домой В лучшем виде Прошу, синьора Не нужна мне золотая рыбка Не исполнить ей моих желаний Ей моих не разрешить сомнений Не прибавить мне друзей Пусть живет она, как прежде в сказке В старой сказке для детей Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok